Кейс номер 6. Газпромбанк. Нужно было разработать сервис по автоматическому сбору финансовых новостей из различных отрытых источников. Социальные сети, средства массовой информации и так далее. И их интеллектуальному анализу в виде кроссплатформенного веб-приложения, которое бы включало, первое, проверку на уникальность и исключение дублирующих новостей. Второе. Выявление связанных связанностей новостей по выборной тематике. Третье. Определение значимых событий. Уважаемый Газпромбанк, все ли я перечислил, все ли правильно сказал, нужно ли что-то дополнить или можем приглашать команду? Спасибо большое, очень гости. Итак, прямо сейчас мы приглашаем команду Финики под ваши аплодисменты. Вам удачной удачи, вам интересного кейса. Привет, Финополис, меня слышно? Я что-то сам не понимаю пока что. Меня зовут Ахмед Вальджан, я представляю команду Финики. Мы сегодня будем рассказывать о смарт-мониторинге. Перейдем к следующему слайду. У нас план простой, расскажем про кейс, про команду, про результат, про решение и немножко заключение. Сейчас каждый день мы читаем новости, то есть новостных агрегаторов очень много, и мы заходим, чтобы прочитать новости, теряем время на бесполезную информацию, чтобы узнать, что происходит в мире, и особенно в финансовом секторе. В финансовом секторе очень важно понимать, что происходит, потому что каждое действие несет за собой какое-то влияние на рынок. И отсюда у нас кейс от Газпромбанка, который состоял в том, чтобы разработать сервис по автоматическому сбору финансовых новостей из различных открытых источников и интеллектуальному анализу в виде универсального API. Должны были быть учтены три важных критерия. Это проверка на уникальность, то есть чтобы новость не дублировалась, не дублировалась, точнее, исключение дублирования. Следующее — это выявление связанности новостей. И третье — это определение значимых событий. Тут у нас есть QR-код на бот, который мы создали. Можете его просканировать, если сейчас хотите что-нибудь попробовать. И я перейду к следующему слайду. Так, я перехожу к следующему слайду. Если кто-то не успел, можете сказать. Отлично. Так, одну секунду, прошу прощения. Нет, 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 не в экран. Пультовая, как мы уже говорили, она находится немножко дальше. А, туда. Все, просто вперед. Прошу прощения. Да, отлично. Сейчас прогрузится. Две секунды. Еще раз. Да, нажмите еще раз. Не понял. Сейчас, прошу прощения, ребят. Все хорошо, все по плану. Отлично. Наша команда состояла из Дмитрия — это наш разработчик. Меня, я — продакт в этой команде. И Арсения. Это ML-разработчик. Вот он с нами здесь. Отлично. Продолжаем дальше. Нас мало трое. Я был удивлен, что в других командах тоже трое человек. Я думал, что это нас мало. Но у нас есть еще четвертый человек в команде. Но он умеет правильно расставлять приоритеты. Мы очень любим Ильдара и передаем ему привет. Переходим к следующему слайду. Поговорим про решение. Что мы сделали, что получили. Какие у нас есть возможности у того решения, которое мы придумали. Первое — это анализ тональности. У новости есть тональность. То есть имеется в виду негативная, позитивная или нейтральная. Мы можем проанализировать ее тональность. Следующее — это индивидуальные фильтры. Но здесь, к сожалению, ошибочка. Индивидуальные фильтры — уведомления имеется в виду. То есть я могу настроить уведомления по определенному банку. Или, например, если я банк, то по определенному клиенту, чтобы узнать, что происходит с этой компанией за последнее время. Какая у нее тональность. Грубо говоря, тональный фон, если так можно сказать. То есть какие там события. Позитивные, негативные, может быть нейтральные. Что происходит вообще с этой компанией в последнее время. И с этого мы получаем уведомления. И анализируем, грубо говоря. Следующее — это краткое содержание статьи. То есть машинное обучение анализирует статью и выделяет оттуда два-три главных предложения, которые показывают нам главную новость. То есть, грубо говоря, там какое-то действие и следствие этого действия, которое уже мы в дальнейшем сами анализируем, чтобы понять ситуацию на рынке или что произойдет дальше. И последнее — это полнотекстовый поиск. То есть мы можем найти определенную новость в финансовой сфере. Это может быть словосочетание, но машинное обучение будет искать в первую очередь словосочетание, а потом уже отдельное слово, если нет словосочетания. Едем дальше. Заключение. На самом деле, как и у любого приложения на начальном этапе, у нас есть возможности для роста, планы и так далее. И поэтому у нас первое, что мы можем сделать в будущем, это, во-первых, добавить неограниченное количество источников новостей. Следующее, что мы можем сделать, это найти первоисточник новости. То есть новостей много, они дублируются на каждом сайте, но мы можем найти первоисточник этой новости. Прошу прощения. И следующие два — это графы связи компаний и поиск инфоповодов. По поводу нашего решения. Что оно вообще дает? Ну, экономия времени. То есть мы читаем очень часто новости и теряем время. Но в финансовой сфере невозможно не читать новости, потому что ты должен понимать, что происходит на рынке. И это обязательно. И тратить время на большие тексты — это не очень полезно. Это тратит ваше время. Поэтому вы плюс интеллектуальный мониторинг новостей — это экономия времени. Экономия времени — это вам дает возможность больше провести времени с семьей. Доминик Торетто передает вам привет, потому что семья — это важно. Идем дальше. И здесь могла быть ваша реклама, но, к сожалению, ее не будет. Едем дальше. И вы можете взять наши контакты, если кто-то, идея наша вам понравилась, наших разработчиков. Эти ребята — герои. Они всю ночь работали и не спали, если честно, как и я. Передаю слово Арсению. Да, еще была отдельная просьба от кисодержателей, чтобы можно было аналитикам прямо в Telegram-боте просматривать новости и давать им какие-то тональности, чтобы накопить свою выборку и потом отдельно выгрузить, либо прямо в приложении понять, какие вообще новости их устраивают. Вот мы рассказали про все функции, которые хотели, и ждем ваших вопросов. Расскажите поподробнее, как вы анализ тональности проводите. Я расскажу. Это библиотека Достоевский. Там внутренняя сеть, которая обучена на тональности текстов. И вы всю новость как бы целиком в нее загружаете и просто на выходе позитивно, негативно, нейтрально и привет? Да, да. Окей. А что это внизу за такой вот у вас в боте хэш какой-то, да? Но он не кликабельный. Это просто пока… Нет, отсюда на новости. Ага, вот все, заработало, да, окей. Я просто ввел слово «Любовь» и мне вывело, что посол Никарагуа приняла участие в сессии форума «Сделано в России». Ну и в принципе нормально. Да, это потому что полнотекстовый поиск сейчас работает. Согласен, да, спасибо. Пожалуйста, Артем. Да, коллеги, привет. Спасибо за доклад. У меня вопросов много, но они все короткие. Первое. Полнотекстовый поиск чем делаете? Сейчас это реализовано в Postgres. То есть прямо через инструменты Postgres. То есть contains, проценты и так далее. Каждое слово. Да, да. Жестко. Ну понятно, MVP. Да, ну ластик, в принципе, наверное, можно было прикрутить. Хорошо, второй вопрос. Откуда берутся данные? То есть вам был дан датасет или вы парсите… Вот я Реа Новости там увидел, все данные оттуда, да? Да, да. Это как раз мы сами парсер писали, подгружаем новости. Вот это сейчас актуальный за месяц с Реа Новостей. Естественно, хочется, чтобы у нас были все новости, другие информагентства. Вот это все подключается. Понял. И последний, даже может не вопрос, а предложение. Я когда этот кейс видел, так как у меня есть некоторый трейдерский опыт, я думал, что это в первую очередь делается для граббинга новостей, для семантического анализа трейдинга. Правильно понимаю, что если мы настроим правильные источники данных, то по тикеру определенных ценных бумаг можно будет выгружать несколько новостей, связанных с конкретным активом или с конкретным рынком. Да, абсолютно точно. Мы вот это и хотели реализовать. Спасибо. Всем спасибо. Огромное спасибо, ребята. Это команда Финики.